Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы с вами посмотрим 6 крутых книг, которые о программах и которые о дизайне одежды. То есть это такой стык компьютерных технологий и дизайна. Некоторые из них достаточно старые, уже 2010 года издания, некоторые более свежие. Они охватывают растровую графику, как Photoshop, векторную графику Adobe Illustrator и даже 3D моделирование. Давайте я начну со самой свежей книжки. Это Adobe Illustrator в дизайне одежды. Очень приятно, я автор. Эта книжка была написана специально для тех, кто занимается дизайном одежды, кому нужно отрисовывать эскизы, создавать принты, кто активно занят в процессе создания непосредственно одежды и как это все делается. Это единственная книга из тех, которые я буду показывать, которая на русском языке. Поэтому, может быть, именно она станет основой. То есть о модной индустрии. Кстати, честно могу сказать, что я ее писала еще до пандемии коронавируса. И сейчас уже произошли некоторые изменения, которые отразились на потребительской способности, на отношении покупателей к одежде, на выстраивании каналов продаж. Но здесь оно охвачено как бы не по полной программе, а именно с точки зрения понимания того, как это составляется. Поэтому давайте сделаем небольшую скидку на этот момент. Начинаем мы с общего о модной индустрии. Я показала, рассказала там какие этапы, как создается коллекция, но вкратце. Если хотите по полной, у меня уже есть и отдельный курс. Я надеюсь, скоро выйдет отдельная книга по этому поводу. Графические редакторы. Вообще, как бы, что есть что, что есть растр, что есть вектор, как их отличать. Какие есть форматы сохранения, цветовые модели, графические редакторы, какие к ним требования. Не все программы ставятся на MacBook. И тоже это нужно понимать. Разница между Adobe Illustrator и CorelDRAW. Какие есть еще бесплатные редакторы. Там типа метод draw, Gravit, Inkscape и так далее. Какое оборудование будет нужно использовать? Это частый вопрос. А, мне нужен планшет, у меня нет планшета. Вот здесь все разбираем. Как нам что выбрать, Mac или PC? Какие планшеты, какие мышки. Вообще, как хранить файлы, куда их загонять и так далее. Потом мы начинаем с основ. Здесь книжка написана на версии CC 2018. Сейчас уже CC 2020 чуть-чуть поменялся интерфейс. Но его можно вернуть классическим настройкам. И, собственно говоря, все у вас будет прекрасной работой. То есть, самые основы открыть, сохранить, экспортировать. Что такое монтажная область, что такое слои, как с ними работать. Какие есть основные действия. Клавиши копировать, вырезать, вставить и так далее. То есть, такая основа-основа для тех, кто вообще никогда в этой программе не работал. Там основные фигуры, шрифты. Все написано на полноценный учебник. Потом заливки. Там прозрачность, градиенты, разные цвета, создание эффектов. Кстати, вот заливка по сетке. А сейчас у них вышел новый градиент в стандартных основах, где можно точками двигать. Тоже очень удобно. Обтравочные маски, создание принтов, создание бесшовных принтов. По этапам все написано. Как это все там масштабировать и так далее. Эскизы художественные, технические. Тоже есть описание, как это все рисуется. Пошаговая инструкция в трех вариациях. В зависимости от того, какая техника исполнения вам больше подойдет. Как правило, изучают три, а после этого из них получается свой какой-то новый момент того, как именно люди рисуют эскизы. Техническая документация или технологическая, из чего она состоит, что в нее входит. Ну, краткое описание. То есть это не полная книжка, посвященная технологической документации, а краткое. Вот примеры деталей, модульное проектирование, как рисовать элементы и так далее. Это полноценный учебник, в котором все разобрано, описано, со скриншотами сделано, с примерами из практики и того, как это делается. Больше еще информации вы найдете на моем канале YouTube, на котором мы сейчас находимся. И у меня есть отдельный курс, чем он отличается от книжки. В курсе намного больше информации, чем в книге, плюс проверка домашних заданий, плюс рабочие файлы и так далее. Ссылочку я оставлю под видео. Если захотите, входите, посмотрите на программу «На все», посмотрите на видео, которое есть на этом канале «Как что рисовать». Я думаю, что вам тоже будет полезно. И уже тогда сможете принять взвешенное решение, нужно оно вам или нет. Если нужно, то прямо на курс, потому что там есть время, там четко все обозначено. И туда можно уже рассчитывать, что вы получите результат. Еще одна книжка, она по Adobe Illustrator CC2000. Отличия. Она, во-первых, черно-белая. Это не хорошо, не плохо. И по более старой версии. Здесь не совсем все техники собраны, да. Но тоже очень она подойдет, особенно тем, кому нужна английская версия. Вот эта книжка, она как бы вариант. Ее уже нельзя купить просто в книжных магазинах. Ее нужно искать именно в магазинах поддержанных книг, потому что они тоже много про технические эскизы, про то, как их рисовать, какие есть техники, как это используется. Там вот и молнии, и все. Ну, на мой взгляд, сейчас уже есть и более продвинутые способы, да. И программа обновилась. Там потом generator добавился. Но все равно вот эти базовые моменты, они тут тоже есть. Автор, профессионал своего дела, показывает очень здорово и очень интересно. Тоже вот и принты здесь. Поэтому именно вот для кого нужна книжка на английском языке, welcome, welcome. Вам она поможет. Вот примеры компоновок, да, нижнее белье. Работа со шрифтами и так далее. Все основные функции здесь разобраны. Можете их посмотреть. Еще одна книжка, в которую я влюбилась. Она Creative Fashion Design называется, Kevin Town. В ней, во-первых, можно скачивать 100 бесплатных. Честно, не скачала ни одного, потому что мне больше было интересно, что написано. Я ее так почитала. И автор давно и углубленно работает с этой темой. Тоже вот они все ассортиментные матрицы. Вообще, вот я когда-нибудь читала, у меня было ощущение, что это прям мою работу описывают. Как бы как это все делается. И здесь, конечно же, тоже разобран векторный редактор Adobe Illustrator. Вот интересная вещь. Практически все книжки, которые я встретила, они по Adobe Illustrator. По «Корл Дро» я такой книжки не встречала. Если вы знаете, напишите мне в комментариях. Я с удовольствием посмотрю и приобрету. Даже если старого года издание. И вам потом о ней расскажу. Здесь своя логика у автора при подходе к данной книге. Но она достаточно понятная. И, на мой взгляд, все-таки требуется уже базовое владение для того, чтобы начать с ней работать. Но фишки, инструменты, которые используются и как их применять, разобраны прекрасно. Вот она, видите, база здесь дана. То есть это оно стоит обязательно посмотреть. И обязательно внедрить в свою работу. Если вы, как профессионал, рисуете эскизы, занимаетесь. Кстати, у кого большие проблемы с рисунком складок, тут он тоже все это показывает. И я показывала в другом видео. Посмотрите. Есть книжка именно по 4000 fashion details. И в нем есть, как отрисовывать складки. То есть можно посмотреть. Вот джинсы. Как распылять. Не очень люблю этот метод. Тоже пробовала. Мне не понравился. В общем, много всего интересного. Так что, если вам нужен аналог на английском, ищите вот этого автора. И эту книжку очень классная книга. Еще две книжки. Я даже не знаю, с какой лучше начать. Они немножко устарели. Потому что год издания уже, мама, дорогая. Сейчас я вам скажу, какой. Одна была 2010-го. 2004-й. Ну, то есть, сами понимаете, с 2004-го года очень много всего ушло. Здесь тоже делается большой акцент именно на волокна, полотна. На то, как это создается. То есть, это не просто про программы, а это взаимосвязь программ и того, что вы можете сделать. И, вот видите, это все было. А это вот Photoshop база. Конечно, сейчас Photoshop поменялся. Если мы уже говорим про Adobe Photoshop 2020-го года, то он немножко по-другому выглядит. Но все равно какие-то моменты, вот не все, но можно здесь посмотреть. Она черно-белая, ну, на мой взгляд, это небольшой минус, потому что не так красочно она смотрится, да, не так здорово. И это именно про растровую графику. На российском языке не знаю аналогов, почему. Есть вот эти книжки Photoshop для чайников и так далее. Но эта книжка, она не просто про программу. Она на сопряжении двух областей. То есть, когда мы с вами говорим о создании каких-то цветных иллюстраций именно в модной индустрии. То есть, это сопряжение двух областей. Именно поэтому, ну, видите, еще старые компьютеры. Но уже все нормально, печатаем на ткани. Цветная вставочка тут сделана, потому что на тот момент это уже было здорово. Много-много тут объяснений, как, что, когда, как это готовить, как это делать, как делать жаккарды в BMP формате для того, чтобы вязальное оборудование его кушало хорошо. Вот здесь есть. Не must have. Я думаю, что появятся сейчас более современные книжки. Опять же, если я вдруг не нашла, то напишите мне. Я куплю и сделаю вам на них обзор. Обязательно свою библиотеку ими пополню. И здесь вот они тоже немножечко на вектор съехали, потому что технические эскизы удобнее рисовать в векторе. И много-много текста. Вот правда. То есть, ее надо прям читать. Но здесь достаточно большой блок теории по пряжам, по полотнам, по принтам. Вот по всему здесь включено. Рендеринг, фэшн, фэбрик и притс. То есть, вот все, что они написали, все сюда вошло. Adobe Photoshop и фэшн дизайн. Вот это 2010. Тоже как давно дело было. Но все равно какие-то техники уже здесь есть. Тоже основы. Все со скриншотами. Цветная книга, что плюс. Ну, удобнее, лучше воспринимать. Там, собственно, портрет как делать. Ну, вот уже сейчас, смотря на нее, некоторые техники кажутся такими немножко топорными. На тот момент это было очень круто. Сейчас уже шагнули мы дальше. Но здесь есть какие-то вещи, которые остались неизменными, которые вы сможете использовать в своей работе. Там, поменять цвет. Почему бы и нет. Очень это все здорово. Листаю через много листов, потому что там действительно большое количество описания. И нужно его, как бы, внимательно просматривать. Книжка-учебник. Сел и начал делать. Тоже неизменно все залезают в вектор, потому что без вектора сильно не обойдешься одним фотошопом. Они всегда работают между собой. Разные кисти, создание принтов и так далее. Вот такая книжечка для тех, кому нужна на английском и кому нужна про фотошоп. Adobe Photoshop в дизайне одежды. И еще одну книжку я для вас припасла. Честно, она была для меня сюрпризом, когда я ее нашла. Поэтому сразу ее приобрела. Она 2014 года. Не такая она и свежая. Вот. Про 3D. Сейчас мы только-только начинаем говорить, что вот, это прям надо. Прям все туда ринулись. 2014 год. Про интерфейс, про аватары, про то, как это все делается. Вот вам, пожалуйста, Photoshop интерфейс. Как это сделать в фотошопе. Иллюстратор интерфейс. То есть они в этой книжке дали такой обзор программ, которые можно посмотреть. Конвертируем. Marvel's Designer. Пожалуйста. Как мы будем создавать. Вот здесь вот прям по шагам. Все расписано. Все показано. Как это будет смотреться. Как это будет выглядеть. Раз, два, три. Елочка, гори. Все создали. Экспортинг и рендеринг. Да. Все вот здесь у нас прекрасно получилось. Еще один пример. Да. Того, как это все делать для снижения. То есть полный такой учебник. Optitex. Пожалуйста. То есть разные программы. Не одна программа, которая разобрана. А в разных программах показаны разные инструменты. Разные техники. Да. И как это все будет смотреться. И октан интерфейс. Создание сумки. То есть вот здесь все есть. Так что кто если хочет заняться именно ТРД. Я думаю, что этой книжечкой можно вполне вооружиться. Хотя сейчас есть и полноценные курсы, и видео, и обзоры. Но она станет таким вот толчком для того, чтобы дальше шагнуть. Напоминаю, 2014 год. Поэтому в магазинах, скорее всего, вы ее не найдете. Нужно искать на сайтах поддержанные книжки для того, чтобы ее найти. Но действительно интересная, увлекательная. Вот видите, создавали вот такую модель. Там все по деталькам разобрано. Перевели в фотошоп. В фотошопе дошаманили. Сделали реальные помпончики. И получили финальную картинку, которую можно показывать. Так что шесть книжек я вам интересных показала. Разной степени, я бы сказала, древности. На двух языках. На русском и на английском. Если вас какая-то заинтересовала, поищите. Они есть в интернете. Их можно купить. Если у вас появились вопросы, или вы бы хотели увидеть обзор на какие-то книги, обязательно мне напишите в комментариях. Я для вас подготовлю. Если понравилось видео, ставим лайк. Подписываемся на канал. Не забываем нажать на колокольчик. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok